Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал ОМАРКЕТС с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим и размещаем большое количество аналитического контента. Это конкретные торговые рекомендации, основанные на фундаментальном анализе и техническом. И все это для того, чтобы у вас было больше информации, так необходимой для принятия конкретных торговых решений. Сегодня день инфляции в США самый важный день этой недели и я позволю себе сказать даже, что не только этой недели, а последних возможно даже месяцев, потому что мы совсем близко к ноябрьскому заседанию американского регулятора и конечно же должны понимать изначально и заранее, что этот отчет станет индикатором для американского регулятора в тех решениях, которые будут приняты впоследствии по процентной ставке и в целом по курсу денежно-кредитной политики. Отчет по инфляции в США выйдет в 12.30 по GMT. Он будет состоять как бы из двух основных компонентов. Это общий индекс потребительских цен. Здесь ожидается снижение с 8.3 до 8.1%. Но я как человек с опытом, скажем так, рекомендую вам смотреть не на основной индекс потребительских цен, а на базовую инфляцию, которая не учитывает такие волатильные компоненты, как продовольственные товары и цены на энергоносители. Так вот, по прогнозу, базовая инфляция в прошлом месяце в США выросла с 6.3 до 6.5%. Если мы вспомним, как доллар отреагировал на аналогичный отчет месячной давности, то тогда тоже была похожа картина, когда основной индекс потребительских цен снизился, а базовая инфляция скакнула. И тогда индекс доллара резко развернулся и начал активно расти. Я ожидаю, что сегодня будет нечто подобное. В целом, по доллару мы сохраняем бычий настрой. Сегодня уже есть возможность сконстатировать котировки по индексу доллара на отметке 113.20. Индекс доллара все выше и выше. И нужно, конечно же, дополнительное фундаментальное топливо для вот этого восходящего движения. Полагаю, что отчет по инфляции тянет на статус такого катализатора точно. И сегодня индекс доллара, по моему скромному мнению, имеет все основания, чтобы прорваться выше 114 пунктов и уйти, соответственно, уже на максимумы, которые мы тестировали несколько недель назад. Это в районе 114.50-114.75. Мы за последние несколько недель накопили очень много отчетов по штатам, которые позволили нам точно сказать, что американская экономика в очень хорошем состоянии. В частности, отчеты по активности в производственном секторе, ISM в сфере услуг, тоже ISM, non-farm perils, которые в целом тоже не разочаровали. Вспомните только о снижении уровня в безработице до 3,5%, что соответствует историческому минимуму. Потребительские настроения к ним тоже, по сути, вопросов нет. Можно придраться к каким-то отдельным компонентам под релизом статистики, которые не раскрывают общего потенциала всей экономики. Но это уже будут придирки, которые сейчас совершенно не нужны, потому что нужно объективно оценивать силу экономики. Особенно в свете слабости других регионов, что также очевидно. Американская экономика остается на плаву. Индекс доллара растет и повышаются доходности американских облигаций. В частности, по поводу ожиданий по процентной ставке я не буду уже повторять. Надеюсь, что вы все прекрасно знаете, что мы настраиваемся на ноябрьское повышение ставки на 75 байсных пунктов и на последующее повышение в декабре еще на 0,5%. По данным SME FedWatch Tool, инструмент, который дает нам объективную картину текущих настроений и ожиданий по тому, как ставка будет расти на последующих заседаниях, этот инструмент сигнализирует о том, что вероятность повышения ставки уже четвертый раз подряд на 75 байсных пунктов сейчас составляет 81%. Сегодня, после выхода отчета по инфляции, если все будет так, как я отметил, эта вероятность начнет стремиться к 100%. И вот этот момент мы должны использовать. Хочу отметить, что альтернативный сценарий тоже возможен, если индекс доллара не отреагирует должным укреплением на выход данных по инфляции. Имейте в виду, друзья, что в этом случае расстраиваться точно не нужно будет, потому что нам просто потребуется чуть больше времени, чтобы мы вышли на новые максимумы. И нужно будет подождать две с небольшим недели, когда состоится заседание 2 ноября, там ставка повысит и индекс доллара реабилитируется. Но я все-таки сторонник того, что первый сценарий будет основным, и завтра, точнее, у меня будет возможность говорить вам о более высоких ценовых значениях, которых достигнет индекс американской валюты. Рост доходности трейджерис, который также отражает ожидания трейдеров по росту процентных ставок. И это очень важный нюанс. Я уверен, вы знаете, что обычно рынок долга США, рынок казначейских облигаций, его противопоставляют рынку акций. То есть, если на рынке акций США невозможно заработать, а на нем сейчас невозможно заработать, все индексы валятся. И это нормально, что инвесторы начинают смотреть на сторону, искать другие инструменты для того, чтобы разместить свои капиталы. И рынок низкорискованных, самых надежных облигаций США становится отличной альтернативой, отличным выбором. Если мы посмотрим на то, как менялась доходность 10-летних трейджерис, она сейчас составляет в районе 4%, это максимум с 2007 года. Самые талонные, самые надежные бумаги, 30-летние трейджерис США, сейчас котируются на отметке 3,8-3,9%. Причем, друзья, меньше полутора лет назад доходность была чуть выше 1%. То есть, на рынке самых надежных, вот это парадокс, конечно же, но это так. На рынке самых надежных инструментов фактически за последние полтора-два года можно было заработать больше 100%. В то время как за этот период времени, как вы помните, на фондовом рынке можно было только лишь потерять. Но в зависимости от того, с какого уровня вы бы покупали, даже если это было бы на пандемичных минимумах, с учетом текущих уровней, это все равно был бы скромный профит по сравнению с тем, сколько можно было заработать в облигациях. И это как раз подсвечивает возможности для крупных денег, которые идут в облигации, совершая конверсионные сделки через доллар, что дополнительно поддерживает курсы американской валюты. В общем, ждем доллар еще выше. По остальным инструментам вкратце тогда. Европейская валюта 0.96-0.98. Я бы не сказал, что уверенно мы пробили уровень 0.97. По-прежнему рынок топчется на вот этой плите, такой важном уровне поддержки. Нужно его пробивать. Но учитывая то, что еврозона сейчас характеризует несколько слов, рецессия, экономический спад, кризис, инфляция, я думаю, что евро в итоге уйдет существенно ниже. Фунт против доллара 1.10.79. Ждем распродажи. Здесь вчерашний блок статистики по темпам экономического роста за август. Темпы экономического роста снизились на 0.3% против снижения на 0.2% в июле. Друзья, это рецессия уже. Промышленная производство спад на 1.8% в августе. В годовом выражении спад на 5.4%. Эта статистика указывает на катастрофическое положение британской экономики. Если завтра еще Банк Англии все-таки решит свернуть экстренную программу помощи рынку надолго, то есть выкупа облигаций, то тогда фунт будет лететь вниз камнем. Американский фондовый рынок. Тестируем 3.600, ждем 3.500. Это речь идет об индексе S&P 500. Доллар иена 146.82. Я по-прежнему держу короткие позиции, потому что жду интервенции. Но сейчас, конечно же, понимаю, что как такового уровня для Банка Японии нет, с которого он мог бы вмешаться. Скорее всего, Банк Японии будет реагировать на волатильность. И вот здесь вот интересная картина, что трехмесячная волатильность в этой валютной паре вчера была на отметке 11.9%. Причем две недели назад, когда Банк Японии вмешался, эта волатильность была в районе 13.5%. То есть сегодня, после выхода данных по инфляции, точный рынок начнет активно ходить. И кто знает, может быть, повезет нам тем, кто шартеет эту валютную пару. И Банк Японии снова решит вмешаться, провести интервенцию хотя бы на 15-20 миллиардов в долларном эквиваленте. Этого будет достаточно, чтобы отбросить пару на несколько сотен пунктов вниз. И что касается еще одного актива пары австралийцев против доллара, здесь я рекомендую смотреть на уровень 0.60. Сейчас котировки 0.6273. Решение, почему я так думаю, это, опять же, замедление темпов роста, повышение процентной ставки в Австралии и снижение темпов роста мировой экономики, что негативно отразится на спросе на сырьевые активы, что очень важно для австралийской экономики. Здесь австралиец, безусловно, аутсайдер. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!